всем привет дорогие друзья сегодня у нас очередное видео моих находок из секунда магазин благотворительный в котором я покупаю свои украшения вы видели видео когда я снимала как я нахожу эти покупки кто у меня впервые я живу в канаде покупаю украшения в магазинах благотворительных показываю с ценами по которым я купила все цены в канадских долларов добро пожаловать на мой канал у меня на канале очень много женской женского контента разговорные видео примерки в магазинах обзоры магазинов красивые тряпочки наряды разговоры о жизни прямые эфиры в общем все 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 что мы девочки любим теперь я вам быстро быстро очень покажу затравку вот такая вот у нас сегодня тема но вы собственно некоторые вещи узнаете и помните потому что вы гуляли со мной по магазину и их выбирали ну и теперь давайте перейдем к показу я даже не знаю с чего мне начать самого такого простенького давайте начнем давайте начнем с этой броши куплена она была за 5 долларов я кстати тоже находил ее в интернете она продается за довольно таки ну не так уж идешь а долларов там 26 или что-то такое я уж не помню точно так сейчас попробую открыть очень всегда сложно сложно и сложно не просто открываются эти старенькие замки я не знаю насколько она винтажная но я думаю что да ну давайте сначала посмотрим на ее так сказать лицевую сторону очень необычная оригинальная симпатичная брошь это имитация часов циферблата вокруг красивые голубые камушки все на месте я ой нет не все вы знаете что я заметила последнее время у меня происходит какая-то какая-то история вроде в очках и смотрю внимательно но все равно умудряюсь находить вещи вернее не вижу потерь здесь есть камушек по-моему но он нет нету камушка в общем придется искать чинить ну да видите как на начало начало сразу первой блинкома но тем не менее брошечка очень миленькая знаете что я хочу сказать для продажи конечно для перепродажи кое я еще не занимаюсь но все все как-то пытаюсь хочу начать заниматься потому что меня очень большая коллекция вещей которые мне уже просто дома не влезает все короче для перепродаж это конечно большой минус и продать вот так вот с потерянным камушком очень-очень трудно для себя носить вот посреди я даже не сразу заметила что потерян камушек хотя я конечно перфекционист и мне будет трудно носить такой брошь маркировок нету все-таки попробую и починить интересный пластик наверное еще вы сделаны циферблат сделан кстати очень классно прямо как настоящая какое время показывает он без 20 12 интересный выбор времени но вот такая вот брошечка с небольшой потери которую я не заметила и я наверно целое видео посвящу своим ляпам и ошибкам когда я что-то покупаю там либо половина камней потеряна либо либо там я покупаю что-то что мне кажется что это что-то ценное на самом деле это вообще какая-то ерунда ну в общем короче переходим к следующему украшению следующее украшение это тоже вот такая вот интересная приятная брошь я ничего не нашла вернее нашла что-то похожее но точно такую не нашла до стоила на 6 долларов я думаю что она винтажная по иголке но может быть не не супер какая конечно винтаж не сороковые там не 30 и не 50 наверное где-то 70 может быть 80 и вот так ну по-любому даже важно на самом деле маркировок нету сделана она очень хорошо посмотрите как красиво да по застежке вот я поняла почему я так решил потому что застежка плечики это не видно под под этим вот напаянным так сказать лентами под этими но застежка плечики брошь в шикарном состоянии очень красивая на самом деле всякие банты и разные у меня много разных бантов вот это еще один в коллекцию он необычный очень красиво сделаны сделан металл брошировка с задней стороны очень красиво и здесь и вот эта вот блестящая часть конечно добавляет и вот шику 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 и красоты не к этому украшению она безусловно очень очень эффектно и дальше у нас вот такой цветок знаете что у меня но вы видели когда я покупала его конечно надо отмыть помыть он немножко только грязненький тоже стоил он пять долларов он просто шикарный у меня целая коллекция вот таких металлических цветов я думаю что они где-то из семидесятых судя по дизайну и по по тоже по застежке конец шестятых начало семидесятых может быть начало самой восьмидесятых но вряд ли мне кажется вот эти вот тема цветов тогда была очень популярна в семидесятые хиппи дети цветов и все вот вся вот эта вот история у меня целая коллекция вот таких металлических цветов цветков они всегда очень крупные большие броши эмалевые разных цветов расцветок и такие сякие может быть мне надо будет записать видео потому что я показывала конечно же в своих обзорах но наверное вы может быть не все видели потому что я снимаю про украшение довольно давно и у меня много новых подписчиков и может быть имеет смысл я не хочу повторяться показывать свои украшения по новой а может быть имеет смысл делать какие-то тематические, тематические видео, вот, допустим, броши цветы, или там броши банты, или там какие-то, ну, я не знаю, какие-то по компаниям. Ну, или просто коллекция моих брошей. Но у меня просто действительно не хватает времени. Видите, я вот даже то, что я делаю обзоры в магазине, когда я снимаю, я даже не успеваю все сразу записывать, выкладывать, потому что у меня просто, во-первых, не хватает времени, во-вторых, у меня есть видео разной тематики. И поскольку я начинала канал, простите за такое долгое отступление, но я вынуждена об этом сказать, я начинала свой канал как обзор магазинов, примерки, там, Zara, H&M, в общем, все масс-маркеты, всякие там наряды, аутфиты и так далее. А потом я начала снимать про украшения, про секунды, про винтаж. И у меня появилось на этой теме очень много подписчиков, но у меня очень много подписчиков осталось тех, которые пришли ко мне на мои обзоры обычных магазинов. Я не хочу их тоже огорчать, и, в общем, я хочу всем, всем угодить, поэтому я снимаю, делаю какой-то вот микс, делаю видео про украшения, потом видео примерок, украшения и так далее, чтобы всем было что посмотреть. Вот. А, я вам не помню, показала сзади, он белой эмалью покрыт, вот застежка тоже плечики, видите, пыльненький, грязненький, его надо помыть, но он очень эффектный. Я его прямо жду с нетерпением примерить. Вы знаете, я примеряю все свои украшения, все показываю на себе, по-моему, потому что так намного интереснее. Смотрите, нашла я вот такие жемчуга. Тоже вы видели, я их там тягала, трогала, рассматривала, стоит брать, не брать. В результате взяла, тем более, что стоили они всего каких-то 4 доллара. А жемчуг сейчас, это супер тренд во всех абсолютно магазинах и везде. Сейчас все завалено полно жемчугов. И, в принципе, как бы я думаю, что это вообще никогда не выходит из моды. Жемчуг вообще никогда не выходит из моды. Хорошее такое, по-моему, это стекло. Судя по звуку, вы слышите, что он тяжелый и позвякивает так. По-моему, это стекло. В прекраснейшем состоянии. Конечно, он винтажный, потому что вот такие вот застежки, крючки и вот такие вот цепочки удлинительные. Сейчас делают по-другому. Сейчас делают просто замок собачка или там какой-то замок крабик или как он называется, точно я не знаю. Так, маркировок никаких нету нигде. Три ряда жемчугов от маленьких до побольше. Они разного размера. Три нитки разной длины. Шикарные, никогда не выходящие из моды. Всегда можно его носить. Классический. Но при этом вот три ряда, такое, знаете, богатство. Богатство. Он довольно короткий. Очень красивый. Красивое, конечно, украшение. Красивая нить. С удовольствием буду его носить. Опять же, повторюсь, это то, что никогда, никогда не выйдет из моды и всегда будет актуально. Вот такие клипсы. Я нашла уже, кстати, когда уходила. Уже я даже это не снимала, когда я была в магазине. Я снимала то, что я нахожу. А вот эти клипсы я уже нашла после того, как я уже выключила камеру и пошла в чашки. Стоили они 8 долларов. Стоили дорого. Маркировок нету. Поэтому цена, конечно, не совсем оправданная, я считаю. Но они очень красивые, поэтому их так оценили, потому что они выглядят как какие-то ценные, дорогие. Хотя никаких маркировок, как вы видите, нет. И они довольно тяжелые. Я думаю, что это камень или стекло. Сейчас. Короче, я прервалась. У меня был телефонный звонок. Теперь я не помню, где остановилась. Не нашла ничего похожего, даже близко. Хотя выглядят они довольно дорого. А, я остановилась на том, что я думаю, что это или камень, или стекло. Ну, нет. Наверное, знаете, я думаю, что это все-таки пластик, потому что оно какое-то не очень холодное. Хотя звучит, слышите? Не так, как пластик. Пластик как-то по-другому звучит. Да и выглядит. Но он не холодный. Не знаю, не знаю. В общем, короче, клипсы шикарные. Очень красивые, но безымянные. И не нашла я никаких про них обозначений. Не знаю тоже насчет возраста. Я очень люблю зеленый цвет. У меня много зеленой одежды. И вот такие два зеленых камушка. Я им очень даже и рада. Вот, смотрите. Вот такая вот оправа. Красивые клипсы. Конечно же, пойдут у меня в ход. У меня не залежатся. Это 100%. Так, посмотрим вот такую брошь. Очень интересная брошь. Я думаю, 4 доллара она стоила. Я думаю, что она тоже винтажная. По признакам моим наблюдениям. Сейчас такие не делают. Или если делают, то делают их как-то по-другому. Очень тонкий металл. Так, посмотрите. Вот видите, какая застежечка у нее. И вот здесь вот это вот в центре. Не то должна была бы быть маркировка. Не то просто так налепили какую-то плюшку такую. Знаете, непонятно. Она очень тоненькая. Такая тоненькая-тоненькая. И вот красивый-красивый камушек. Аврора Бореалис. Кристаллик. Необычная, знаете, напоминает палитру. По-моему, форма, да. Но, в принципе, скорее всего, что имелось в виду, что это листики. Вот так выгнутый металл. Очень красивая. В прекрасном состоянии. Думаю, что старенькая. Необычной формы. Необычная. Довольно необычная брошь. Вот такую брошь я вам показывала совершенно недавно. Я ее приобрела. И приобрела второй раз. Потому что я увидела... Ну, вы знаете, это маркировка. Это брошь Трифари, по-моему. Сейчас я проверю. Нет, это Сара Кавантри. Простите, я ошиблась. И за 4 доллара я подумала, что пусть будет у меня... Я ее обязательно куплю. Подарю кому-то, кто понимает. Кому-то, кто ценит. Винтаж. И знает, что такое Сара Кавантри. Вот здесь маркировочка. Сара Кавантри. Знак копирайта. Их очень много на ресейле, кстати. Таких брошей. Они, ну, ценятся... Оценивают их в долларов 20. Моя стоила 4. Она очень базовая, красивая, изящная брошь. Вторая в моей коллекции. Я вам, по-моему, недавно, в предыдущем, по-моему, показе я вам показывала. И в каком-то. Я уже не помню, если честно. Милая, нежная брошь. Можь известная изделие Сара Кавантри. Красивая. Долго останавливаться не буду, потому что мы знакомы с ней. Уже с вами. Вот такие клипсы мне попались. Вы тоже видели. Я их вертела, крутила. И очень хотела бы найти к ним колье. Я уверена, что есть или браслет, или брошь, или что-то, что повторяет вот именно вот эту... Что повторяет вот эту конфигурацию. Это так называемые наборные клипсы. Стоили они 4 доллара. Всего-то ничего. Конечно же, они винтажные. Видите? Обратная сторона. Здесь такая клепка. Это всегда как бы признак того, что винтажные вещи винтажные. Маркировок нету никаких. Я абсолютно уверена, что есть к ним что-то. Или брошь, или браслет, или, может быть, колье. Иногда бывает делают вот колье из похожих камушков. И застежку в колье делают вот такой вот конфигурацией, наборной вот из кристаллов. Бусины кристаллов, которые как бы составляют, являются составляющей частью колье. И к ним же делают вот клипсы такой же конфигурации, как застежка. Вот я думаю, что есть где-то существует колье из похожих бусин и с застежкой, вот сделанных в таком же варианте с набранными бусинами и кристаллами. Очень хорошее состояние. Видите, оно все на веревочках каких-то скрученных. В общем, очень люблю вот эти наборные клипсы. Люблю их рассматривать, потому что, смотрите, видите, там какая-то основа, здесь какая-то рамочка вокруг. В общем, красивые, красивые, интересные клипсы. Тоже рады, очень им рады. И надеюсь найти что-то подобное в будущем. Нашла я две броши J.J. Ну, броши J.J. все знают, что это всегда пьютер. Нет, не всегда. J.J. делала все, на самом деле. Все, что попало, все подряд. J.J. очень много дизайнов. Наиболее известен компания J.J. Вот своими вот этими смешными, юморными, такими, знаете, веселыми брошами, изображающими разных животных. Они, я неправильно сказала, что, как правило, пьютеры. Очень много их в золотом тоне. И, в общем, в серебряном, и с камушками, и с кристаллами. Но наибольшую известность, повторюсь еще раз, компания J.J. именно получила благодаря вот этим своим смешным, юмористичным таким брошам. С изображением животных. Коты, собаки, в общем, из зоопарк. Так, открываем. Они где-то обычно, я думаю, что это 60-70-е годы. Вот здесь вот видна маркировочка J.J. Хорошо видна. Ну и сюжет вот такой. Кошка с собакой. Смешной такой собакин и смешная кошка. Очень красиво, смешно сделано, знаете, так с юмором. Какие-то вот кошка так смотрит влюбленно на собаку. Собака, судя по всему, нет, это не подбитый глаз. Это просто у собаки, видимо, пятно вокруг глаза темное. Ну, в общем, короче, очень прикольная брошечка. Веселая такая. Забавная. И еще одну брошечку J.J. я нашла в том же магазине, в тот же заход. Тоже она стоила 6 долларов. Видите, хотя бы они их одинаково оценили. А то иногда бывает, что висят две вещи одинаково рядом. Одна стоит 6, другая 10, например. Да, совершенно. Потому что оценяли разные люди. Так, тоже вот здесь вот явно видна маркировка. Она выполнена в том же стиле. Здесь два кота. Кот и кошка, вернее. Такая, знаете, мартовская тема. Мартовские коты сидят бок о бок. Переплетенные хвосты сплелись в любовном, ну, поцелуе. Не знаю, так сказать. Ну, в общем, коты, коты влюбленные. Парочка котиков сидят на какой-то трубе или на крыше. И вокруг них вот это типа луна, наверное, смотрит на луну. Ну, в общем, очень забавный, забавный сюжет, забавная брошь. Их можно даже носить вместе. Немножко это будет многовато, потому что они довольно большие. Ну, и вот знаете, на что я думаю? На джинсовую куртку, на какую-нибудь будет прикольно. Вот такие две броши. Как бы они очень похожи по качеству, по цвету. И сюжет такой смешной, забавный. Так что я думаю, что они рядышком будут выглядеть очень весело и смешно. Так, следующие это клипсы. Клипсы известной канадской компании Alfred Sang. Это компания, которая делает одежду, украшения, сумки, по-моему. Это я точно не знаю, но украшения и одежду точно делала. Да, вот стоили они 5 долларов. Я нашла их в интернете. Они продавались за долларов 70. Ну, в общем, не помню сколько, но я поставлю картинку. Довольно дорого. Классические жемчужные клипсы. Я думаю, по дизайну, что это где-то 80-е. Потому что мне, кстати, написали, что вот Alfred Sang, вот этот бренд, делал украшения с 80-х до 2002 года. То есть даже самые поздние украшения Alfred Sang, это можно уже сказать винтаж, потому что им больше 20 лет. По-разному определяют винтаж. 20 лет, 30 лет, все, что старше 20-ти или 30-ти летнего возраста, в зависимости от... В разных странах, кстати, по-разному определяется винтаж. Но 20 лет плюс это уже можно считать, что 22 года и максимум. Самое позднее. То есть если в 2002-м они прекратили выпускать украшения, то по-любому это винтаж. Я думаю, что это где-то 80-е. Вот тогда были очень в моде вот эти большие клипсы с жемчужинами. Может быть, 90-е. Может быть, 90-е. Вот здесь есть маркировка. Я вам показывала ее в магазине. Дорогая компания довольно... Вот видите, Альфред Санг. Основатель ее выходец из... Откуда-то из Азии. Я не уверена, или Китай, Санг, или Корея. Может быть, он корейц. Санг – это такая фамилия, по-моему, корейская, не китайская. Но я утверждать не буду. Можно было бы почитать, но пока я вот не подготовилась. Очень красивое, очень качественно сделанное изделие. У него все вот эти украшения, у них, у Альфреда Санга, очень качественно сделаны, очень такие живучие. Видите, в прекрасном состоянии. Обратная сторона очень качественно сделана. В общем, хорошее добротное изделие. Тоже никогда не выходящее из моды. Жемчуга, опять же, всегда в стиле. Итак, следующий у нас браслет за 6 долларов. Тоже вы видели, я его хватанула, когда была в магазине. Вы знаете, у меня просто на удивление много изделий именно вот этого дизайна от Кора. Но все они как-то не совсем друг к другу подходят. Вроде и то же самое, и не то же. И похоже, и не похоже. Я вам показывала в прошлом своем обзоре. Я купила колье, которое я думала, что это Кора. А на самом деле на нем нет никаких маркировок. Но у меня есть клипсы, которые, да, Кора. И я считала, что они очень вообще комплектом подходят к этому колье. Потом, когда их приложила рядом, то кроме того, что у них одинаковые вот эти вот термосетовые вставки одного цвета, одного, так сказать, качества, то сама вот эта вот рамочка металлическая не соответствует, не совсем похоже. Мне тут немножко надо бы, наверное, подогнуть. Видите, здесь некоторые есть, некоторые звенья, которые чуть-чуть такие вот здесь вот отогнуты. Вот это вот, если это возможно. Все остальные, в общем-то, вот здесь немножко, по-моему. Клей немножко виден. Это не очень хорошо. Но в общем и целом он в хорошем состоянии. Есть маркировка. Сейчас я вам покажу все мои вот эти вот... Все мои, как бы, попытки собрать какой-то сет, кончаются неудачи. В общем, все не совсем похоже. Вот кора. Так, с обратной стороны есть где-то следы клея. Но, в общем и целом, выглядит он вполне себе неплохо. И смотрите, вот украшение из прошлого моего показа, по-моему, одного из прошлых моих показов, которые я нашла тоже в этом же магазине. По размеру подходит, по цвету не подходит, по конфигурации металлического... металлических вот этих рамочек для термосета не подходит. И это серебряное, это золотое. И вот те самые клипсы, которые я... которые я думала, что подходят к этому ожерелью, которые, в принципе, да, подходят по цвету металла и по цвету термосета. Не совсем такая же конфигурация металлического... Ой, кому я показываю, простите. Не совсем такая же конфигурация металлической рамки для вот этого термосетовой вставки. То есть она немножко другого дизайна, чем вот здесь. Но это вы видели в прошлом моем видео. Но, значит, здесь вот... К этому браслету совершенно одинаковые... Одинаковые металлические дизайны металла. Но здесь металл желтоватый. Здесь металл белый. И цвет совсем другой. Это, в принципе, бордовый. А вот эти совершенно коричневые. В общем, поскольку я не очень помнила, какого у меня что цвета, то получилось, как получилось. Ну, ничего страшного, по-любому. Это браслет Клора. Красивый, так что... Так, сейчас как-то его разложу, чтобы он мне не мешал нашему показу. Так, следующее. Это тоже очень удачная находка. Вы видели, я тоже при вас ее нашла. Это клипсы Нина Ричи. Стоили они 8 долларов. То есть, оценщики поняли, что это не совсем дешевое, простое украшение. Нина Ричи довольно известный бренд. Это не то, что прямо какой-то люкс-люкс. Но это довольно дорогой, хороший, добротный бренд. Клипсы очень красивые. Тоже фасон... Я думаю, что это где-то 80-90-е. Но, по-моему, такой фасон... Эти кольца никогда не выходят из моды. Вы должны их почувствовать, чтобы понять качество. Они очень плотно сделанные, тяжелые. Ну, вот качество... Часто, когда берешь что-то в руки, вы качество ощущаете именно по... Ну, вот, взяв вещь в руки, тогда вы понимаете, что она действительно качественная вещь. Все абсолютно кристаллики у нас на месте. Багет такой. Это форма багет. Может быть, начало 2000-х. Не знаю. Ну, я нашла... Не нашла точно такие, нашла похожие. Их довольно дорого оценивают на ресейле. Не так, чтобы прямо очень, но не дешево. Вот маркировка. Нина Речи. И вот такие вот классные серьги, клипсы. Так их показать, чтобы не закрывать. Я их закрываю своими руками. Вот такие. Вот такие кольца, полукольца. Нарядные, красивые, яркие. По-моему, больше так 90-е напоминают. Правда же? Еще одно шикарнейшее украшение. Вот два последних я нашла, когда уже уходила. А вы видели, собственно говоря. Я уже говорила, я ухожу, я ухожу в чашки, я ухожу в сумки. И вдруг, в последнюю минуту, еще раз кину взгляд на вот этот стенд, на котором все висят эти украшения. Я замечаю сначала это, а потом последнее, следующее, последнее мое украшение, которое я вам покажу. Которое я вам уже, так сказать, показывала его фотографию, где я нашла. И когда я показывала видео о магазине, я вставила фотографию, по чем и за сколько я его нашла. Это шикарнейшее, красивейшее колье. Мне везет на жемчугасе, повезло. Тоже кором. Стоило оно 6 долларов. Считаю, что это просто даром для такой красоты. По-моему, мне надо немножко подвинуть мою выставку, а то у меня уже ничего не вмещается. Сейчас, минуту. Подвинули. Вот такое великолепие. Длинное колье, сатуар. На белом фоне плохо видно, но показываю. Сделано из разных бусин. Причем, вы знаете, есть бусины жемчужные, а есть бусины вот такие вот. Это не облезла краска с них, а вот они такие должны быть, потому что их много таких. Прозрачные, как будто бы прозрачные жемчужины. Видите? Есть бусинки Аврора Бориалис. И на конце вот такая вот чудесная, прекрасная кисточка. Тоже есть жемчужинки, есть вот эти прозрачные бусинки, есть Аврора Бориалис металлическая. Вот здесь жемчужина и металлическая шапочка. Такая очень красивая, изящная, красиво сделана. По-моему, это называется сатуар, такой вот колье с такой висюлькой. Необыкновенно красивая, необычная. Честно говоря, я не встречала никогда кора вот в таком вот варианте. Вот таких вот кор у меня много, я видела их очень много. А вот такого кора я не встречала никогда ни у кого. И мне не попадалось, и на показах я не видела ни у кого. Так что я думаю, что это какой-то интересный экземпляр, довольно редкий. И я не нашла по картинке ничего похожего. Так что я думаю, что это редкое украшение. Я думаю, что мне с ним повезло. И еще одна находка, с которой мне, безусловно, повезло. Это цепочка колье Ральф Лорен, оцененная 6 долларов, видимо. Да, честно говоря, я сама не поняла сначала, потому что Ральф Лорен есть разные линейки. Есть довольно дешевая, а есть очень дорогая. Невероятно дорогой. Оценили они его тоже в 7 долларов. Я сначала вот взяла его в руки и подумала, это что-то хорошее. Вот вы чувствуете это, понимаете, вес, качество. Какая-то... Я не знаю, как это объяснить. Надо взять в руки вещь, чтобы понять, что это не дешевка какая-то, а хорошее, очень качественное изделие. Не всегда через камеру это можно передать. Значит, маркировка Ральф Лорен. Вот она. Обычная просто цепочка с такими вот металлическими бочечками, бусинами. И, как я уже показывала, я нашла ее на ресейле на веб-сайте. Не помню, забыла название, но у меня есть фотография. По-моему, Vestiari Collective или второй есть веб-сайт, я не помню. Да, на веб-сайте Vestiari Collective, оно стоило 200 долларов канадских. Его продавали. А веб-сайт этот, Vestiari Collective, он продает вещи люксовые. И только в основном люксовые или очень такой middle market, хороший, дорогой middle market. То есть, даже факт того, что это колье было выставлено на продажу на этом веб-сайте, это говорит о его, так сказать, определенной ценности и, ну, так скажем, не дешевая вещь. Было оно оценено в 200 долларов. Сначала у него была цена 250, потом его оценили на 200. Так что, вот, вещь очень недешевая, и я считаю, что мне невероятно повезло. Очень красивая. Носить буду, опять же, с превеликим, превеликим удовольствием. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая у нас сегодня выставка. Такой у нас показ, вещей много. Это один мой заход в секонд. Из неудач, вот это, не то, что неудач, а вот эта брошечка, у нее потерянный камушек. Я обычно не покупаю, ну, травмированные, скажем так, вещи, ну, в которых есть какие-то потери, недостатки, потому что я не очень хорошо умею это все ремонтировать. У меня никогда не доходят руки, мне просто некогда. Если покупаю, то это что-то маркированное, ценное, дорогое. Я понимаю, что это дорогая вещь, и если я в ней там что-то потеряно, я покупаю в надежде, что, может быть, мне удастся их установить. А это, как бы, не особенно такая уж и ценная, так что купила я ее случайно по ошибке. Все, на сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Если вы у меня впервые, я очень надеюсь, что вы останетесь со мной. Подпишитесь на мой канал. Если вы у меня не впервые, я очень рада всем моим друзьям, гостям, всем моим подписчикам. Всех люблю, целую, с вами была Дита. Всем пока, бай-бай. Бай-бай.